Друзья и ученики, физкульт-привет! Это рубрика «Вопрос-ответ», в которой я отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете в комментариях. Здесь, на YouTube, либо в группе ВКонтакте. Итак, друзья, обратите еще ваше внимание на то, что я не отвечаю на вопросы, которые вы задаете на сайте. На сайте нужно оставлять комментарии только с пожеланиями или с рекомендациями. В принципе, все понятно. О чем сегодня пойдет речь? Часто спрашивают меня, почему одни люди сухие, почему другие люди не очень сухие. И кто-то очень легко набирает жировую массу, кто-то очень легко набирает мышечную массу. Кому-то тяжело дается набор мышечной массы вообще в принципе. Друзья, конечно же, большинство специалистов скажут вам, что во всем виноват метаболизм, генетика. Отчасти они будут правы. Но! Есть одно большое но. И тот, кто смотрит мой канал уже давно, кто читает мои статьи, знают, что есть такой гормон. Гормон поджелудочной железы. Называется он инсулин. Инсулин – это самый мощный анаболический гормон в нашем организме. Сильнее, чем тестостерон, сильнее, чем гормон роста. Но не спешите бежать доставать себе инсулин и начать его использовать извне. Это опасно и может привести к диабету. Когда вы будете зависимы от инсулина. Это очень опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Итак, а как же воспользоваться информацией о инсулине? Для начала найдите мою статью на сайте hmgym.ru, которая так и называется «Инсулин». Изучите ее внимательно. Поймете, что такое гликемический индекс, что такое инсулиновый индекс и что такое инсулиновый отклик. Если о гликемическом индексе большинство из вас слышали, то о инсулиновом индексе и инсулиновом отклике многие даже и не догадываются. А эти два понятия гораздо важнее, чем гликемический индекс продукта. Почему? Все ответы в статье. Так вот, друзья, чтобы правильно использовать инсулин, нам необходимо правильно следовать принципам питания. Необходимо грамотно составлять тренировки. Ни в коем случае не зацикливаться на классическом кардио, если вы натуральный атлет. Повторяю, для натурального атлета классическое кардио – смерть. Ни в коем случае не нужно его делать именно для жиросжигания. Потому что после продолжительной, интенсивной или не очень работы, когда вам говорят, что нужно работать, помните, существуют такие якобы пульсовые зоны для каждого человека отдельно, когда от вашего возраста зависит зона вашего пульса, в которой вам рекомендуют работать. Так вот, друзья, повторял, буду повторять и сейчас вам говорю. Классическое кардио, если вы натурал, никогда только в качестве разминки перед силовой тренировкой и в качестве заминки после силового тренинга. И ни в коем случае не бег. Лучше всего подойдет медленная ходьба на беговой дорожке или на эллипсоиде после тренинга. А еще лучше работа в грибном тренажере. Это единственный тренажер, как вы знаете, который совмещает в себе два различных типа работы. Аэробный и анаэробный. Кстати, кардио тренинг тоже неправильно говорить. Такого понятия в принципе не существует, как и понятие дыхалка. Это придумали профаны. На самом деле есть аэробный тренинг и анаэробный. Так вот, то, что все называют кардио, необходимо именно для разминки, чтобы привести свой организм в хорошее рабочее состояние для того, чтобы не получить травму во время силовой работы. И необходимо делать это самое классическое кардио в качестве заминки. Но опять-таки заминки для того, чтобы привести организм, сердечно-сосудистую систему в дотренировочное состояние. Во время разминки мы интенсивность повышаем, а во время заминки наоборот понижаем ее. Так вот, если вы будете в течение 10-15 минут медленно-медленно ходить по беговой дорожке, либо на эллипсоиде, это действительно может вам помочь. Но ни в коем случае не именно с точки зрения жиросжигания, а с точки зрения именно восстановления ваших мышц, которые поработали сегодня на тренинге. Что касается классического кардио, понятно. Но есть интервальное кардио, которое действует, которое необходимо выполнять, точнее, в течение 20 минут, не больше. Есть у меня видео, есть у меня статьи, что такое классическое кардио, как его делать грамотно. Большинство не понимают, не изучают этот вопрос и тоже вредят себе. А все это влияет на инсулин. Я не зря сказал про классическое кардио, как многие любят работать по 30-40, а то и час после силового тренинга. Это приводит к тому, что инсулин направляет питательные вещества именно в жировые клетки. Вернемся к инсулину. Инсулин, помимо того, что регулирует уровень глюкозы крови в течение суток, он еще как раз таки и направляет питательные вещества в жировые клетки и в мышечные клетки. И очень важно настроить себя так, свой организм так, с помощью питания и тренинга, чтобы инсулин преимущественно направлялся куда? В мышечные клетки. А в жировых клетках, чтобы появлялась резистентность к инсулину, чтобы они становились нечувствительны к инсулину. Вот к чему нужно стремиться от ваших тренировок и от вашего питания. Интервальное кардио нужно его делать в течение 20 минут, но тоже ни в коем случае не в силовой день. Ни в коем случае сразу после силовой тренировки не делайте его. Максимально, что можно, это после 6-7 часов, как вы отзанимались в спортзале с железом, сделать интервальное кардио. Но все-таки будет гораздо эффективнее и лучше с точки зрения инсулина, с точки зрения, чтобы инсулин питал ваши мышечные клетки, а не жировые, разделить два вида нагрузки. Делать интервальное кардио в один день и силовой тренинг в другой день. Это что касалось кардио, что касалось тренинга. А вот сейчас очень важный момент. Вы знаете и вы не раз слышали о белково-углеводном окне после тренинга. После силового тренинга, после кардио тренинга. Так вот, если говорить именно с точки зрения накопления энергии, восстановления энергии, то действительно такого белково-углеводного окна не существует. И вы еще после тренинга в течение 24 часов будете спокойно набирать эту энергию. Мышцы будут ее накапливать, гликоген, печень, все будет накапливать. Но здесь как раз-таки речь не об этом. Почему нужно есть или выпить белково-углеводный коктейль сразу после тренировки? Не когда вы придете домой, а лучше всего, когда вы закончили последнее повторение, последнего подхода вашего последнего упражнения. Сразу же достать из сумки приготовленный или приготовить себе коктейль в блендере, который сейчас ручной есть везде и у всех, и выпить его. Сразу же по окончанию тренинга. Это крайне важно для того, чтобы был выброс инсулина. Нам необходим выброс инсулина в двух случаях. Именно сразу после окончания силового тренинга, интервального кардио тоже, и во втором или третьем приеме пищи после того, как вы проснулись. Но ни в коем случае нельзя провоцировать инсулиновый выброс утром, как только вы проснулись. И ни в коем случае нельзя это делать вечером, перед сном. А большинство из вас с утречка любят съесть что-нибудь сладенькое, кашу с медом, творог с медом. Я сам тоже думал довольно продолжительное время, что инсулиновый выброс хорош по утрам, пока не стал глубоко изучать данный вопрос. Чтобы видео не затягивать, скажу вам следующее. Нам необходим инсулиновый выброс после тренинга. Это самый важный инсулиновый выброс. Для того, чтобы инсулин подпитывал мышечные клетки, а жировые клетки оставались голодными. Если же вы этого не сделаете, то организм поступит с точностью да наоборот. Нам этого не нужно. И если вы делаете инсулиновый выброс утром и еще, не дай бог, перед сном, то тоже забудьте о жиросжигании, о том, что ваши мышцы будут видны. Вообще, в принципе, можно забыть о мышцах. Повторяю, только инсулин ответственен за то, набираете вы жир или теряете. Растут ваши мышцы или нет? Видны ваши мышцы или нет? А все это регулируется питанием. Все это регулируется грамотным тренингом. Поэтому, друзья, думайте всегда головой. Попробуйте. Не зря вам дают советы о том, что нужно питаться по чуть-чуть, каждые три часа. Именно для того, чтобы инсулин в течение всех суток был ровным. А белково-углеводный коктейль или быстрые углеводы с белками после тренинга, как раз таки способствуют выбросу инсулина в кровь. И вы получите то, что хотите. Сухие мышцы, хорошую мускулатуру, видимую мускулатуру, без жира. И жир не будете накапливать. Ну что, пишите ваши комментарии. Увидимся в следующий раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok